Азербайджанская сторона Вагифа Хачатряна везли в больницу на машине Международного Красного Креста. В Ереване ему должны были сделать операцию на сердце. 29 июля на КПП на мосту Хакаре его задержали азербайджанские пограничники и увезли 68-летнего пенсионера в неизвестном направлении. По заявлению власти Азербайджана, Вагиф Хачатряна разыскивается за то, что в 1991 году участвовал в нападении на азербайджанское село. Естественно, это вызвало очень сильную реакцию как в Арцахе, так и в Армении. И вот сегодня молодежь Еревана, причем это не просто молодежь, это молодые люди из Арцаха, которые учатся в Ереване, перекрыли вход в офис Международного Красного Креста. Эта акция посвящается ему, то есть мы не можем молчать, потому что знаем, как им живется там и что можно ожидать от врага. Как долго планируете здесь находиться? Ну, по крайней мере, мы хотим, чтобы нас отвечали именно Красный Крест, чтобы они дали точный ответ, кто виновен в происходящем и что можно ожидать, что сделать, чтобы такое не повторилось, потому что мы уже не верим никого. Главный был Красный Крест, который мог организовать въезд или выезд, но мы видим, что и это уже не безопасно. Получается, даже насильно заставили сотрудникам международной организации выйти из машины, и после чего уже человек был похищен, получается, и доставлен в Баку. Основное требование акции состоит в том, чтобы представители, ответственные представители выступили с осуждающими оценками, потому что зафиксировать факт похищения – это одно, но адресная критика – это уже другое. И с учетом того, что до сих пор не прозвучало никакого заявления в связи с этим инцидентом, молодежь считает, что нужно продолжить эту акцию, пока ответственные не выступят с таким заявлением. Пока никаких комментариев от представителей организации мы не получили, разговор с ними не дал никаких результатов, к сожалению, и в связи с этим молодежь считает, что пока они не могут приостановить свою акцию. И среди затронутых тем еще и была тема созвать специальную конференцию в Женеве, уже в центральной штаб-квартире организации, в связи с тем, что уже нарушены даже права самой организации. Как рассказали мне участники акции, еще утром они действительно не пропускали на работу сотрудников офиса, но те смогли их убедить, что если они не пройдут на работу, то, в общем-то, ничего сделать будет нельзя. Кто-то к вам уже выходил из представителей Красного Креста, получилось пообщаться? На момент выхода репортажа представители международной организации так и не встретились с участниками акции протеста. С участниками акции общается дочь задержанного Вера, вот она сейчас снова подошла сюда, к офису Международного Красного Креста, и ее вызвали внутрь, она зашла подождем, когда она выйдет, может быть, даст какие-то комментарии. Они не могут точно что-то сказать, говорят, что просто пойдут увидеть папу, а потом нас уже скажут, как там он себя чувствует, он в больнице или нет. Ну, не знаю, ну, сейчас говорят, что в больнице. Ну, все написано в интернете, что написано, вот так и было. Просто попросили, чтобы на 10 минут отошел, надо задавать несколько вопросов, а потом уже увели. Что думаете по поводу тех обвинений, которые предъявляет азербайджанская сторона? Это все ложь. Кто, те, которые узнают мою папу, общались с ним хотя бы один раз, они утверждают, что мой отец не тот человек, который может убивать женщину, ребенку. Этого не может быть. Это чушь. Я не знаю, почему такие обвинения звучали на его имени, но это вообще, никакое слово там нету правды. Ну, вот на данный момент получается, что о судьбе Вагифа Хачатриана по большому счету ничего не известно. Азербайджанская сторона не дает никаких данных, поэтому, как говорят организаторы, эта акция, она будет продолжаться и сегодня, и завтра, если необходимо, еще какое-то количество дней. Как, впрочем, и другие акции, которые сейчас проходят в связи с ситуацией в Арцахе. Я напомню, что идет сбор продуктов возле офиса ООН, на площади Свободы ежедневно проходят акции. Ну, в Степанакерте постоянно идут акции. Мы стараемся за всем следить. Делитесь ссылкой на это видео. Лайки, комментарии, все помогает продвижению информации. Пусть весь мир знает о том, что блокада в Арцахе продолжается и идет она с 12 декабря 2022 года. Это Алик.ру. Подписывайтесь, мы будем следить за ситуацией.